Библия Ночь в этом году в Иванове предвосхитили Библия Сумерки. Центральная городская детская библиотека организовала для своих юных читателей и их родителей обширную конкурсную программу. В прошлом году было так много желающих, что на этот раз Библия Сумерки пришлось продлить на час. У нас здесь читатели, начиная от нуля практически до 14 лет. Поэтому, естественно, мы не можем поздно ночью таких маленьких детей приглашать. Поэтому мы сделали все, чтобы им было очень интересно. Это и игры, и сказки. Здесь у нас и Баба Яга, здесь у нас и пираты, здесь у нас и поиски клада, и поздравления лучших семей, лучших читателей 2013 года. В общем, масса всего интересного для самых маленьких. Библия Сумерки, конечно, не обошлись без сказочных героев. С наступлением темноты в библиотеку заглянули Баба Яга костяная на газки киморой и начали зелье готовить приворотное, чтобы читателей в библиотеке прибавилось и не забывали дети почаще листать страницы русских народных сказок. Моя любимая героиня Баба Яга. Это героиня моего детства. Я очень люблю Бабу Ягу. Ну и как бы вот согласилась сыграть ее. Во время Библии Сумерек смогли ребята и судьбу свою узнать. Прорицательница будущего, богиня Калипса, постаралась приоткрыть завесу тайны. Правда, призналась гадалка, от страшных пророчеств детишек она постаралась уберечь. Отвечаю на вопросы. Хотя могу сказать, что многие девочки заходят погадать нас ужиного, а мальчики то, что будет в будущем. Но детей пугать не хочется, так что пытаюсь как-то сгладить, если что-то будет плохое. А в доме на Куртицкой Библионочь началась выступление лучших участников прошлогодней акции. Перед желающими заночевать в библиотеке выступил темнокожий певец Арсен Макенди. В прошлом году зрители посчитали его номер одним из самых ярких. В этом году тема всероссийской акции «Поддержку чтения Библионочь» обозначена как перевод времени. В доме на Куртицкой ее обыграли по-своему. Мы взяли телевидение как универсальная машина времени. То есть в этом году мы немножечко внесли изменения, внесли новшества. У нас в течение вечера будет несколько аналогов телешоу, таких как «Один в один», «Короли танцпола» и «Любовь с первого взгляда». В клубе путешественников, которые организовали в отделе литературы на иностранных языках, собрались зарубежные студенты. Гости библиотеки смогли посмотреть, как проходит свадьба по-ангольски. Студенты химико-технологического университета – давние друзья библиотеки на Куртицкой. Они всегда с удовольствием приходят сюда не только в качестве зрителей, но и как организаторы мероприятий. Взаимодействуем мы уже почти два года и отклик очень хороший. Мы находим всем нашим ребятам, вообще россиянам, очень нравится знакомиться. Вообще с зарубежной культурой, традициями, обрядами. А ребятам зарубежным очень нравится все это показывать и демонстрировать. Они очень заинтересованы в продвижении своей культуры. В этом году к акции «Библионочь» впервые присоединились районные библиотеки Вичуги, Комсомольска, Приволжска и Фурманово. Учреждения культуры подготовили интересные программы, чтобы читателей не становилось меньше, а книги не пылились на полках. Любовь Почерникова, Андрей Семеновков, РТВ Иваново.